ну вот теперь мы посмотрим пахнет рыбой о ракушки смотрите прям здесь вот мы были die gondola gibt es hier in venedig 133 ich habe die churte darf nicht jeder darf nicht В общем, сейчас нам рассказали, что по всей Венеции плавает всего 430. А вот это рыбный базар в Венеции. Какой вид! А это мы плывем в центр Венеции, старого города. В общем, здесь каждые 40 часов натурально обновляется вода. Здесь не сильно глубоко, нет грязи. Вот так, 118 маленьких островов здесь, 36 вместе мостов. Каждые 14 дней приходится чистить дно от лодки, потому что зарастает этими ракушками. И если ухаживать все время, каждый раз чистить, он уже 12 или 11 лет на этой лодке плавает. Есть новые модели, которые меньше прилипают в ракушки, а к таким прилипают много. Короче, раз в две недели приходится полностью очищать дно от ракушек. Оказалось бы, плывет-то по поверхности, и вода вроде всегда чистая, меняется. И тем не менее, каждые 14 дней приходится чистить днище. Не так глубоко, примерно. Самый глубокий канал, главный, примерно 3 метра глубиной. Когда был локдаун, когда нельзя было на лодках плавать, и вода была просралась, и можно было на главном канале видеть дельфины. Штау. Пробки здесь бывают припаркованные на дороге лодки. Какие улочки. Строго. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Так, чтобы это тактие здесь стоит. Потому что, каждый день я сделаю новый фильм, по-другому. Если я не свой новый фильм, то, что я не могу. Короче, почти две недели снимают какой-то здесь фильм, говорит голливудский. Ну, а что красивая такая местность, что подходящая. Какая улочка Все облупляется Облупившись Какие здесь улочки Тротуары только с одной стороны И постоянно нужно пропускать встречку Все перекрикиваются Все друг друга водители знают Все водители знакомые Без конца перекрикиваются Разговаривают Не знаю, о чем они на своем Кто кого пропустит В общем, здесь надо тоже смотреть Весла торчат Городок небольшой И все знакомые 132 церкви Здесь Санта Мария А также уступают Дорогу и скорой помощи Как только увидели Сразу все начали прибиваться К краям Кажется, мы не пройдем здесь Шорк-шорк-шорк Ну вот, похоже, наш тур И подошел к концу Вот мы и прокатились На гондолах Не разрешили нам самим выходить Сказали, подождать нужно Пока Все будет готово Никто не должен кувыркнуться Еще раз Как вам понравилось На гондоле проплыть По Невеции По Венеции Понравилось? Да Немного водитель был шумный Нет? В интернете я смотрел Цены там бывают От 40 евро за человека А тут получилось нам 20 евро за каждого Дораза дешевле Примерно полчаса 45 минут наклавали Так что Ну и в общем-то Объясни Что лучше здесь на месте В общем, если вы захотите Зарезервировать себе гондолы И тур То лучше здесь на месте Здесь намного дешевле Чем стоит в интернете Цены договорные И в общем-то капитан у нас попался Очень даже Такой Как сказать Общительный Он нам все рассказал На всех языках с нами По-немецки По-английски По-русски Конечно Ну где-то что-то понемножку Русского было Вот Но в общем-то Он все рассказал Показал И все Что вопросы интересуют Можно спрашивать В общем Неплохо Так А это мы куда вышли Это какой-то Центральный мост Я забыла Как он называется Как рассказал нам Капитан нашей гондолы Что когда был Локдаун Здесь По этому Центральному каналу Нельзя было Плавать Никаким Катерам Лодкам И здесь Была настолько Чистая И отстоявшаяся Вода Что можно было Велегко Видеть Дельфинов Как они Здесь Плавают Иногда Сюда Они Заплывают Это Мост Понто Дориальто А сколько Островов Есть Спустившись С этого Моста Мы окажемся Сейчас Сразу Прямо На втором Острове Всего 133 Таких Острова А это Вид моста С другой Стороны Ах Венеция Венеция Город На воде Что значит Дефицит Пресной Воды Сверху Видимо Подтекает Труба Вода Идет По углу Угол Зазеленел И даже Выросли Кустики Прикольно Раз в году Здесь Если я не ошибаюсь То это По-моему В марте Могу ошибиться Проходит Венецкий Карнавал Одевая Всякие Разные Вот такие Вот Маски Какой Интересный Вид Видно По Обшарканным Стенам Насколько Здесь Старый Город А ведь Он Очень Старый Город Паркан Сверху Город Мон Мон Уж Город Мон Город Решили охладиться немного. В общем, мы купили три разных, решили попробовать каждый сорт. Тот, что казался самым невкусным, оказался наоборот самым вкусным. Мы никто не захотели лимоновый, Оливер его взял себе, а оказался лимон лайт очень даже вкусным. А вот кола у меня не очень. Давай я подержу это ровно с футой. Вкусно пахнет. Это мы раньше по дереву выжигали. Запах такой вот. Детство, наверное, здесь выжигают. Сколько шляпы гольдальера стоит. Пятнадцать ойра стоит. Зачем шляпа, если нет тельняшки? А зачем тельняшка, если нельзя на лодке плавать? Да, если нет гондолы. А мне не нравится айс с лимоном. И напитки с лимоном мне не нравятся. Ну что, уже для нас это не ново, да? Мы уже все посмотрели. Идем дальше. Попей. Что это за плац? Мартин плац? Нет. А вот мы и вышли на площадь Кампа-Сан-Поло. Вот такая вот широкая, в отличие от остальных улочек, площадь. Большая и просторная. Опять свернули вот в такую узкую улочку. И со всех сторон в магазин. Это, наверное, самая узкая улочка. По поле узкой мы шли, но там было четыре плитки, здесь три. Кто? Носильщик что? Настолько узкая улочка. Прогнило. Да, здесь железо сгнивает. Сколько вот мы смотрим, прям вообще. Окно и на улице за решеткой сейф стоит. Кто? Сейф. Маленький на окне. Кто-то спрятал, чтобы форы не нашли. Вообще там сразу было в глазах. Это с улицы, а внутри нет. Он за стеклом. Какое здесь платье. Прямо какое-то королевское. Туфли такие не хочу. А вот платье я такое одела. Корсеты, рюшечки, бусинки. У тебя вот такое розовое. И рюшечки всякие, кружева. А здесь еще красивее. Вообще бальные. Да, архитектура здесь красивая. Хоть и все рушится. Камень весь вот такой вот разрушенный, обкрошенный. Но, тем не менее, очень красиво. Какие здесь здания. Город Венеция на островах. Красиво. Какое красивое здание. Это здание. Церковь Базилика Сан-Мария. Дорогая картина. А вот это музей Леонардо да Винчи. Тот самый, который нарисовал вот эту симпатичную или страшненькую, как говорят некоторые, женщину. Но она самая дорогая. Похожая картина ее. Вдоль канала мы еще не ходили. Это единственный тротуарчик с одной стороны, где можно пройтись вдоль канала. Здрасте. Вы тоже главное вошли всю дорогу там. Да? Когда были кафе. Что-то я забыла. Какие здесь рыбки плавают везде. и мальки, и крупные. Рыбки плавают, смотри. Что здесь? Можно купить квартиру, дома. Здесь можно купить квартиру. Ну, вообще-то миллион 150 тысяч. Это не дешево. Это однокомнатная, а это трех. Садом со своим. Трехкомнатная. Один миллион 150. Да. Кто хочет, может приобрести. Я бы не стала. Ложишься спать и думаешь, проснешься или тебя затопит. Ну, еще какой-нибудь выберите четвертый. Да. Перед нами уже вон стена. Никак мы не найдем маркоплац. Все, ходим зигзагами, зигзагами вокруг и около. И никак не выйдем. Так, нам вот сюда, наверное, надо свернуть. Какие же здесь узкие проходы. Это даже нельзя улицей назвать. Ну, кажется, мы нашли его. С серпантинками, всякими зигзагами, окольными путями. Но, вроде, вот здесь и есть этот маркоплац. Какая красота. Это самое знаменитое здесь место. Ну, и да, одно. Какая красотень. Не весь. Вот мы иномаркоплац. Кстати, который иногда затопляет водой. А вот такая здесь панорама. На этой площади. Очень красивое само здание. Зашли мы слегка за угол этого плаца. И посмотрите, какие здесь стоят статуи. Какие здания. Какая красота. А ведь это этим зданиям очень-очень много лет. Их каждый раз пытаются реновировать, обновлять. Но, тем не менее, это, похоже, нелегко. Потому что везде все трескается. Если присмотреться, то, конечно, все разрушается. Ну, и я думаю, это из-за пород. Так как это все-таки остров. Порода, наверное, движется. О, какие там красивые здания. Понад берегом. Сейчас мы подойдем ближе к берегу. Вот такие здания с той стороны. Купола, купола, купола. Народу, конечно, очень много. И это понятно. Все хотят посетить этот прекрасный город Венецию на островах. Погуляли мы по этому прекрасному острову Венеция. Старинный довольно-таки город. И теперь, уставшие, мы возвращаемся. Как раз начинается самая жара. Сейчас мы придем на наш пароход и поплывем назад. 25 минут фера идет. Ну, вот мы и пришли. А? Да, красивая крепость. Я даже не знаю, что это. Вернулись мы с острова Венеции. И на этом покидаем нашу парковку. И думаю, что даже Италию. Мы с ней будем прощаться. Остались у нас хорошие впечатления. И держим путь теперь в Хорватию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова